и вообще жесткую тему перед тем как осознать что надо от всего этого отказаться по любому каждую цивилизацию скорее всего это ждет что ждет ну блять почти полное уничтожение для того чтобы понять блять что блять надо остановиться ну вот вроде как были цивилизации допустим атланты вот вроде как они сами себя уничтожили то есть потопом осознательно нет не сами себя они готовы очень развились и типа наказали потоком другая цивилизация не вроде как но я там одну книжку давно прочитал и это называется равновесными силами типа короче если человек чего-то очень сильно там арсиме допустим возомнил допустим или там еще что-то там например за или захотел что-то очень большого процесса имеет то есть какие-то равновесные силы это делом трансферты в реальность и короче эти силы каким-то способом повлияло смотрел про трансферты они кое-что так повлияют на это что как бы теперь купили ну перестроить например грубо говоря атланты очень много зелево-гардины начали допустим считать себя крутыми и неважно как эти силы уничтожат атланта это будет метеоритный дождь там не знаю там чё шо-то но у них потоп произошел но я считаю что это что все фантасты всегда экстрасенсы что они это все где-то и не экстрасенсы экстрасенсы это немного другие люди просто им что-то открыто что они видят там знак блять или просто у них это рождается в мозгу блять они принимают это все возможно и так они видят другие миры но чё они тогда не рассказывают об этом допустим рассказывают ну шо они рассказывают ну Джуль Верн в книжке писал что видел допустим типа он это блять вот я это увидел блять он где-то прощерпал но он так не говорил а он это превращал в форму художественных рассказов а допустим тесла там он создавал какие-то изобретения шо тесла ну да ну то есть проводной электричество он их откуда да он их черпал уже откуда-то и куча есть изобретений которые выдуманы заново то есть там даже была такая то есть научный факт что была выдумана за последние 2000 лет канализация выдумывалась несколько раз и вот там типа ее выдумали потом они забыли и по Франции или на территории Франции или где помои выбрасывались просто в окно или там везде и висели таблицы типа там там ну шо типа загадили все и не бросайте мусор в окно а не выбрасывайте мусор с балкона ну то есть а потом кто-то снова выдумал или то есть он типа подключился к чему-то какому-то полю может все-таки египтяне были потомками атлантов ну или какой-то цивилизациям что-то вживило и вот сделал я думаю что ну люди задумывались как ну как в этой игре люди за короче когда люди воплощаются в какую-то игру например на планету земля вот здесь жизнь то типа тут есть правила какие-то сложившегося общества и вот они попадают в эти правила да а тут допустим правила ну правила тут общество в котором правила надо это тоже рассматривать люди блять в игре блять сейчас на земле блять воплощаются а да снег душа да воплощаются на землю а люди в игре а тут есть правила ну да ну да и оно когда возвращается блять ну короче блять ты хочешь сказать я так понимаю как я понимаю если я правильно понял что типа мы тут воплощаем ну по твоим размышлениям блять люди это блять вот мы попадаем в телесную оболочку в общество блять в эту игру блять с правилами блять совсем мы ограничены блять именно конкретно вот этими законами блять да ну правило к тому о чем говорил дедоват ну там там но блять так а в чем смысл и мы рождаемся в этой игре и должны принять эту игру и играть в нее но есть игры там на более высоких и низких этажах то есть нам не стоит бороться скорее всего по своей сущности а просто не башить как и башить ну короче типа как если посмотреть на себя со стороны то есть не своими вот ты допустим сейчас предположи что ты это не ты и как тебе подключена куча датчиков и ты вот тупо сейчас где-то лежишь допустим на солнце а здесь ты родился воплотился и вот живешь типа на самом деле это игра это матрица и ты типа подключен но когда ты смотришь на себя со стороны как наблюдатель ты так со стороны расскажешь ты понимаешь что это в жизни игра что это все неправда это аттракцион я согласен что мы живем в совершенно идиотском мире это не идиотский мир это матрица этого мира не существует ты понял то есть тебе просто звонить телефон это все матрица нету этого мира ни хуя нету ну как это нету ты реален ну как мне мы это больше чем люди ты это душа которая сидит в тебе если ты посмотришь на себя со стороны если ты будешь смотреть сейчас не своими глазами не ну понятно со стороны вот от третьего лица от третьего лица допустим типа вот как у меня там герой в звездных войнах вот я типа блять там я на него смотрю точно ну я понял вот тоже самое ты делаешь вот точно так же вот ты на самом деле ты чувак значит чувак Юра ты это вот тот персонаж в этой звездных войнах а ты основной самый крутой ты на небе где-то сидишь с пультом управления понял и рубишься там говорит тебе понял смотри не так что там у тебя сама рука поднимаешься а он это приказ Юра подними правую руку мне это надо и тут ты такой начинаешь поднимать руку от отдай себе приказ Юра подними правую руку а потом только поднимай руку ну почему это допустим такое ощущение что я сам это делаю так ты сам и делаешь только не здесь короче вот тут есть еще один Юра ты хочешь сказать может он такой толстящий чувак фига его знает понял он сидит в этом небе с пультом управления он играет с тобой а ты просто тело не не ты тело я понял оболочка ты оболочка для этого чувака то есть на самом деле это не просто игра это не игра это по настоящему его чувства и все передаются мне в это тело правильно ты это имеешь ну ты типа я думаю как вроде это мое вот ты можешь смотреть с точки зрения себя игрока можешь смотреть с точки зрения этого чувака а этот чувак просто управлять блять получается мы в дебильной вселенной не 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 смотри ты ты это чувак который управляет тобой короче смотри ты замкнутый круг смотри предположим бесконечность не предположим есть кабель мистер телефонный ща тоже и отмазит алё да да ни чё дописываем давай позже наверх вот есть кабель между тобой более главным Тобой, вот тобой Короче, есть еще один Юра Точно такой же, как ты, сидит на стуле Точно так же, как ты В такой же позе, допустим Где-то, управляет тобой, да? Что, он тоже убивается сейчас сидит? Да Ну, он типа управляет тобой, как он убивается Ну, да Грубо говоря, он тебя копирует Ну, смотри От него к тебе кабель до головы Так он тоже рэпер, получается Да Да нет, ну, блядь От тебя, подожди От тебя кабель до меня Нарисовал ты треугольник Треугольник, вот И теперь пойми то, что Ты это провод Для общения между ним и мной Точно так же, как Я Это провод Короче, я это провод между общением Моей типа душой и тобой То есть фактически между игроками Это место называется Точка сборки А, нет, я уже все перепутал Нет, точка сборки это другая игра Это отдельно Я уже все перепутал А точка сборки это типа вокзал Точка сборки это типа вокзал Где находятся души Да и после воплощения Жизнь это Короче, эта планета Это библиотека Мы здесь получаем опыт Типа как Наша душа Учится Когда преодолевает Здесь проблемы И трудности И препятствия Ну а что, допустим, тогда Случается, если Блядь Мы тут умираем Мы переходим назад Возвращаемся в точку сборки А потом Идем в другую игру Играться Как душа Я думаю, так То есть есть Точка сборки Она находится на этаже Выше Над всеми играми Она типа как Надстройка Перестройка Вот точка сборки Вот тут все игры Ну, предположим Ну, физически Эти игры могут быть В разных галактиках В любой точке Не обязательно так Просто мы оттуда Как бы телепортируемся Внутрь Некого тела В какой-то игре Ну, понял То есть Внутрь тела В ребенка, грубо говоря Который будет рождаться То есть В него душа Входит не в начале А в конце На последних месяцах Я думаю, беременность Вот Или вообще в конце Ну Не знаю Может в начале Ну, грубо говоря Все равно Она туда входит Вот С другого мира И, например Если она в игре Людей На планете Земля Попадает То она попадет Допустим В тело Какой-то там Женщины И родить человека А в другой игре Там не люди Там цивилизация Галактионы Допустим И вот там Допустим У них другая раса Не обязательно люди Может у нее какие-то космиты Там И внешне Отличаются Как рептилоиды Допустим Пофигу И душа Может точно так же Оттуда С этой точки сборки И родиться Там В теле Какой-то другой Женщины Там Космитов Цивилизаций Понимаешь? Но душа После того Как ее там убьют Она снова вернется В точку сборки Ну типа Как будто Точка сборки Это некий Источник Который Типа Как батареек Подзарядка Для чего? И душа Типа Как получает Опыт И учится Так зачем? Смысл этого И она Развивается Типа То есть Блять Мы Короче Мы Расходный Материал Для какой-то Высшей Формы Жизни Блять Которая Нет Мы типа Как Элем Часть Всеобщего Сознания То есть Мы Типа Как Это Как Капелька В большом Море И я Капелька И ты Капелька Понял? И все мы И составляем Части Одного Большого Моря Вот те Части Что типа Вот они Врубаются То Они Короче Ну Плохо Им Те Кто Не Врубаются Они Тогда Сами По Себе Они В жопе Своего Сознания Живут А те Кто Врубаются Что они Это Часть Большого Океана Как будто Они Часть Воды Которая Видят Больше Чем Что Они Там Это Допустим Там Что Они Видят Воду Там Допустим Штиль Или Кусок Реки Когда Они Видят Что Они Это Часть Всего Океана Там Существуем Ну И Как Б Типа Как Вот Ну Там Этаж Выше Да Это Игра Более Высокого Порядка Вот А Этаж Ниже Это Вот Мы Там Существуем На Уровне Этих Душ Которые Точка Сборки Которые Воплощаются В какой Либо Игре То есть Это Как Большая Карусель Такая Несколько Этажная Или Знаешь Как Торт Многоэтажный Не Ну Понятно Твои Конечно Раздумья По Этому Поводу Ну Получается Что Интересно Сова Я Конечно Не Совсем Согласен Но Блять Есть В этом Что Согласен Не Ну Просто Как Я Выкупаю Что Отрицать Не Имеет Смысла Потому Что Блять Много Непонятных Вещей И Много Вещей Происходят Очень Странно Блять Но Смысл Всего Этого Блять И Я Блять Как Не Думаю Что Все Совсем Выглядит Как Ты Это Описываешь Но Блять Где-то Сходство Может Именно Это Богом И Называют Просто Блять Мы Мы Не Можем Этого Увидеть Никак Как Были Срали Ничего Кали В этом мире Да Но После Смерти Можем Либо Можем Еще При Жизни Там Развиться Шоп Шире Понимать Мир Блять Блять Ничего Рассказывай Потому Что Блять Много Скептицизма И Мир Вообще Гнилой На данном Этапе Очень Сильно И Больной Если Кто-то Во что-то Верит То Всем На это Насрать Блять А Еще Блять Ну Естественно Есть Тенденция Блять Нападать На Тех Кто По-другому Мыслит Блять Я Не Отрицаю Много Бреда Я Блять Слышал Очень Много Читал Смотрел Много Бреда Естественно Блять Как Говорится Дыма Без Огня Тож Не Бывает Где-то Что-то По-любому Случалось Ну Блять Понятно Короче Все С тобой Не Не Верю Что Ты Думаешь У тебя Своя Точка Зреть Я Ее Не Сужда Да Ну Все-таки Хотелось На Это Сука Все Посмотреть Если Это Действительно Так Действительно Продолжение следует...